Музыка Музыка Буденновский район, город Донецк, Олимпиад Александрович Что мы строим? Социализм или капитализм? Как собственность будет? Вот эти вопросы меня очень интересуют Безусловно, мы строим государство, которое будет жить в дружбе, в сотрудничестве с братскими народами бывшего Советского Союза Прежде всего с народами того евразийского пока экономического сообщества, которые уже сложились на просторах бывшего Советского Союза И я надеюсь, что в будущем это будет и политическое, и экономическое, и политическое, я думаю, что в какой-то перспективе и военно-стратегическое сотрудничество Вот мы такое государство строим Советского партия Донецкой Народной Республики исходит из того, что в сложившейся к настоящему времени в Донецкой Народной Республике В сложившейся ситуации предпосылки и ожидания, подкрепленные к переходному пути построения социально ориентированного государства Мы эти предпосылки создали в ходе нашей революции, мы задекларировали в нашей, я говорил это в начале, социально ориентированное государство Но решение о построении справедливого общества, общества, в котором честный труд станет залогом благополучия государства и его граждан Не может быть одномоментным актом Перепрыгнуть несколько этапов в построении любого государства, не пройдя некоторые его остальные Помните, я уже много раз повторял в последние дни эту фразу, что мы, члены партии, мы в общем-то с вами делаем политику Цель нашей партии борьба за власть, как и цель любой политической партии Я сейчас повторяю фразу, что политика есть искусство возможного Мы должны закрепиться на тех народно-демократических позициях, которые мы с вами сейчас завоевали Закрепиться и двинуться дальше Что касается экономического строя Здесь в программе это записано Я бы это охарактеризовал как государство со смешанной экономикой Государство со смешанной экономикой, где во главу угла были бы поставлены прежде всего сильная роль государства в управлении экономикой Это абсолютная государственная собственность на земли сельскохозяйственного назначения Это государственная собственность на базовые отрасли промышленности Прежде всего энергетическая сфера, это прежде всего недра и все, что связано с этой промышленностью Это базовые отрасли экономики Те отрасли, с которых начинается создание любого продукта и ценообразование в любом государстве Хороший вопрос, президентскую или парламентскую республику мы строим Я не открою для вас секрета и в общем-то все это знают Что в декларации о независимости мы провозгласили создание государства парламентского типа То есть там где Верховный Совет, ну сейчас мы говорим, что в будущем это будет называться Народный Совет Где это будет высший представительный законодательный орган власти Но мы находимся на определенном этапе борьбы с вами сейчас Мы находимся на этапе военного противостояния И люди, наверное, старшего поколения, люди военные Меня подтвердят, мою мысль, что в такой ситуации В ситуации, когда армия и военные структуры выполняют определяющую роль в дальнейшем построении и закреплении нашей государственности В этой ситуации в стране должно быть единоначально Так, как это происходит в армии Мы с вами все находимся на переднем крае борьбы И на этот период я призываю к пониманию коммунистов, которые провозглашали построение государства парламентского типа Призываю коммунистов поддержать все-таки то решение, которое было принято в нашей Конституции На этот период создать государство, где во главе его будет глава государства Он же председатель совета министров Он же глава исполнительной власти То есть не будет такого, как было в Украине Когда есть три ветви власти Законодательная, исполнительная и судебная А над ними еще какая-то власть президента Который, помним, при 14 или 15 премьер-министров у нас сменилась на Украине Как только чуть-чуть в государстве начинаются какие-то катаклизмы Виноват кто? Хозяйка в виде премьер-министра Или как невестка, так говорят Убрать ее Поэтому глава государства будет возглавлять исполнительную власть И будет нести ответственность перед народом И перед народным советом о своей деятельности его и его комитета Спасибо Друзья, еще один, два вопроса Вы сказали, что Компартия нацелена на построение социально ориентированного государства Всегда, насколько я помню, Компартия ставила цель построение социалистического государства В чем вы здесь усматриваете разницу социалистического и социально ориентированного? В чем здесь расходите? На первом этапе построения нашего государства я употребляю слово социально ориентированного Потому что, чтобы построить социалистическое государство, нужно построить органы государственной власти Нужно закрепиться на этом, на общедемократических началах и двинуться дальше У нас полностью шанс к этому имеется Так а что вы подразумеваете под социально ориентированное? Социально ориентированное? В социальной сфере установление реального прожиточного минимума обеспечения Не ниже этого уровня пенсии и минимальных ставок по числу оплаты труда Обеспечение бесплатного, равного для всех доступа к медицинским услугам К среднему и высшему образованию Создание системы надежных гарантий и так далее, и так далее Вот это я и говорю Спасибо Союз офицеров Донецкая городская организация Любимый выдал Борисович Вопрос такой, Борис Алексеевич Как в программе И определена связь или взаимодействие, точнее Компартии с вооруженными силами Донецкой Народной Республики? И вы видите в этом зале достаточно много военных Как военных, опытных, которые находятся вечно в запасе В запасе военными и политическими Вы один из этих представителей, я знаю Который до последней капли в рой будет на передний край борьбы Так и современных, сегодняшних, молодых людей Которые с оружием в руках защищают нашу суверенитетную Народную Республику Я знаю, что в рядах сегодняшней армии и ополчения Очень много людей военных, которые поддерживают и разделяют взгляды Которые мы с вами сегодня обсуждаем И у нас было принято ранее решение Даже по созданию института комиссаров вооруженных силах Сегодняшней Донецкой Народной Республики К сожалению, опытных комиссаров у нас не очень достаточно подготовленных Но вы имеете большой опыт И думаю, ваши знания пригодятся в том, чтобы направить таких комиссаров Пожалуйста Меня интересует такой вопрос И думаю, не только меня А как будут строиться отношения к существующей сегодня на территории Донецкой Республики Коммунистической партии Украины? Куда она девается? У нас будут очень дружественные отношения между Коммунистической партией Донецкой Народной Республикой И Коммунистической партией Украины Вы знаете, что Донецкая область сегодня разделена приблизительно пополам Донецкий обком Компартии Украины существует, работает И он в тяжелейших условиях пытается взаимодействовать коммунистами, которые находятся с той стороны С той стороны, понимаете, о какой стороне я говорю, да? И нами, которые вот здесь находятся Мы будем в дружеских отношениях вместе бороться с фашизмом С украинским фашизмом То есть у нас будет на территории две коммунистические партии? Будет на той территории Коммунистическая партия Украины действовать А на этой территории Коммунистическая партия Донецкой Народной Республики Но уставом предусмотрено, что те коммунисты, которые состоят в Коммунистической партии Украины Нашим уставом, нашим уставом Могут оставаться в рядах Коммунистической партии Украины А в силу объективных исторических условий Так как мы живем в другом государстве Они могут быть и написать заявление о вхождении в Коммунистическую партию Донецкой Народной Республики Оставаясь членами Коммунистической партии Украины Валерий Зависович, у меня вопрос такой Вы сейчас наставляете программу, наставляете устав Коммунистической партии Проект, это проект, надо его обсуждать, я читаю этот проект Потому что в уставе Коммунистической партии Украины очень много перекосов Тот устав, который использовала Коммунистическая партия Украины, его нельзя испортить Вы знаете, даже в Коммунистической партии Советского Союза там было такое Что судьбу коммуниста решает периодичная партийная организация Я знаю ваш вопрос, и я думаю, что мы устраним перекосы А в уставе Коммунистической партии Украины там решают судьбу Симоненко, любого коммуниста Никайко, я прошу Никайко, я прошу сегодня не называть имен и фамилии Нам всем нечего бояться Я говорю так, как оно есть Пожалуйста, я вам сказал, что устав и программа это не догма руководства действия, мы с вами знаем, да? Его надо обсуждать, парень Я согласен, его надо обсуждать Сегодня, сегодня мы должны принять программу и устав в том виде, в той концепции, которую я вам сейчас изложил Я прошу, я прошу обратить внимание, мы должны принять в той редакции и в том, в том, в том виде, в котором С учетом дополнения Да, с учетом дополнения В последующем, в самом ближайшем времени нам с вами придется проводить еще не один съезд Вот, и не один плен у партии Вот, для того, чтобы мы вносили изменения и устав, и в программу У нас с вами остается два дня Два дня остается для того, чтобы мы подали утвержденные сегодня документы в Центральную избирательную комиссию Для реестрации нашей партии как субъекта избирательного процесса Если мы подадим неутвержденные документы, Центральная избирательная комиссия может в честь формирования нашей партии Ну, может, могут возникнуть вопросы, хотя могут быть и варианты, конечно Поэтому, чтобы не составать прецедентов, я прошу коммунистов утвердить программу и устав У нас будет огромное поле для дальнейшей работы Николая Николаевича вместе с вами, в том числе Для того, чтобы вносить изменения Мы это можем сделать на любом этапе нашего партийного строительства